приветствую дорогие друзья в эфире конференция dot next 2022 и ее весеннее представление версия меня зовут анатолий кулаков и сегодня со мной в студии на открытии будут еще два замечательных человека я наверное попрошу их самих представиться всем привет меня зовут игорь лоботин а я андрей киншин и сейчас мы расскажем вам о том что будет вас ждать в следующие два дня на конференции dot next и в первую очередь конечно нужно сказать о нашим спикерам спасибо им большое это те люди которые целых полгода работали и готовили для вас замечательные интересные супер полезные доклады это очень здорово это именно они герои нашей конференции ради которых мы сегодня здесь собрались здесь нужно отметить что вы очень долго практически много конференций просили нас сделать как можно больше русскоязычных докладов чтобы вы могли общаться со спикерами чтобы вы могли задавать им вопросы и также поддерживать в дискуссии какой-то здоровый накал и вот теперь у нас практически вся программа состоит из русскоязычных спикеров поэтому вы соответственно можете смело участвовать практически в любом докладе который вы сегодня выберете и непосредственно переходить в дискуссию общаться со спикером общаться с другими коллегами и спрашивать и обсуждать или или иные темы у нас довольно много и новых спикеров у нас довольно много и старичков и новые спикеры нам в том числе принесли новые интересные темы и вы может быть смотря на программу можете заметить что довольно много тем которые может быть немножко неожиданны для тут next но тем не менее они в программе и мы уверены что они будут полезны и интересны а чтобы доклады получились еще лучше спикерам будут помогать наши эксперты это люди которые модерируют дискуссию представляют спикеров зачитывают вопросы из чата и в целом следят за тем чтобы все было хорошо спасибо этим людям они позволяют вывести качество нашей конференции на новый уровень еще одна интересная группа людей это программный комитет именно программный комитет определяет общую конву конференции то какие темы попадут то насколько они будут глубоки и насколько спикеры соответственно подготовиться хорошо к той или иной теме если вдруг у вас есть какие-то претензии именно качеству докладов и глубине к темам которые попали в конференцию то вы смело можете находить вот эти бодрые лица где-нибудь в списке ваших контактов и высказывать все что вы о них думаете соответственно чтобы программа получилась целостная интересная и консистентная за это у нас отвечал программный комитет за что ему тоже большое спасибо и программа у нас действительно получилось довольно таки интересной потому что во первых как нам кажется она получилась очень практичная вы увидите очень много докладов которые прямо вот такие инженерные и выводы из этих докладов или знания которые получены на этих докладов вы сможете получить забрать к себе на работу и применить прям уже вот сегодня либо завтра Игорь не забывай что помимо практичных и полезных докладов у нас традиционно на dotnext есть немножечко хардкора где мы погружаемся внутрь рантайма разбираем кишочки это для доклады для тех кому интересно как устроен мир кому интересно разбираться с технологиями до самых внутренностей это очень здорово приходите на эти доклады я бы хотел отметить отдельно тему security у нас немного но есть доклады по информационной безопасности у нас есть доклады о том как организовать в вашей компании инфраструктуру дотнетовских пакетов инфраструктуру зависимости у нас есть доклады о том как избежать целенаправленных атак на ваше приложение особенно если она использует сложные форматы для сериализации в общем теме безопасности у нас тоже уделено много времени и соответственно у нас она будет не только не только в онлайн дни но и еще в оффлайн день я напоминаю что конференция dotnext будет идти проходить три дня два дня в онлайне и примерно через неделю 27 июня будет оффлайн день оффлайн пройдет в санкт-петербурге в гостинице пулковская где многие из вас наверное были именно там dotnext провел большинство своих конференций именно там он взрослел становился именно там многие из нас знакомились общались и как раз сейчас то самое время когда стоит нам после долгого перерыва вернуться в оффлайн ощутить эту атмосферу теплых ламповых обнимашек и наконец-то посмотреть о том а как же конференция зарождалась и какие интересные ощущения она нам подарит вновь в эти прекрасные дни также хочется отметить что у вас еще есть время купить билеты до питера если вы еще не здесь и купить билеты на конференцию но если вдруг вы решите почему-то к нам не приезжать на оффлайн день то у нас будет организована трансляция трансляцию также точно можно будет посмотреть из любого уголка вселенной достаточно просто иметь соответствующий билет действительно очень здорово что у нас есть теперь оффлайн день мы ждали этого больше двух лет все соскучились по оффлайну там будут разнообразные активности можно будет пообщаться много лампового кулуарного общения будут круглые столы обязательно приходите а если у вас до сих пор только онлайн билет напоминаю что вы его можете проапгрейдить и посетить конференцию в городе санкт-петербург 27 июня в гостинице пулковая лично и пообщаться с коллегами и единомышленниками а в ближайшие два дня у нас будет онлайн часть и помимо докладов которые вы увидите у нас еще будет работать главная студия откуда мы сейчас вещаем вам где будет тоже происходить довольно много всего интересного во первых сегодня пройдет доклад марка шевченко о том как же у нас развивается си шарп си шарп вообще такой язык который с каждым релизом то получает какие-то прям прорывные фичи то как-то вроде бы проходные какие-то релизы которые не имеют больших интересных фич но на самом деле внутри команды ведется большая работа есть некоторый родмап планы на си шарп и на самом деле все эти фичи которые появляются и добавляются в язык они появляются неспроста и марк попробует понять вообще как почему как она развивалась как она будет развиваться что нам вообще ждать от си шарпа кроме этого сегодня пройдет интервью со станиславом сидристым ну и о чем можно поговорить со стасом конечно мы будем говорить про кишочки тут на это про хардкор про его книжку куда же без нее про то вообще что происходит сейчас мире дотнета как мы нам в нем живется как им живется стасу лично так что заходите будет интересно это сегодня а еще у нас будут две активности завтра в той же самой главной студии во первых у нас будет разговор о техническом закулисье конференции dot next для многих из вас возможно конференция выглядит чем-то простым ну что мол там собрали спикеров они подготовили доклады показали доклады все но на самом деле за кулисами работает очень большая идти команда которые делают просто все го подготавливают оборудование делают свою платформу для стриминга делают в разные внутренние crm ки работают над x-ом сайтом и много чего еще и обо всем этом мы поговорим о том же как как эта конференция делается и чем все эти люди занимаются а сразу после этого у нас еще будет круглый стол про open source это тоже такая очень популярная тема многие из вас наверно не раз слышали что вот каждый разработчик должен идти в open source что-то куда-то контрибьютить делать мир лучше и так далее но далеко не все представляют как этот самый open source выглядит с обратной стороны на круглом столе соберутся три open source мейтейнера и расскажут вам очень много разных веселых баек про неадекватных пользователей которые приходят и что-то не очень адекватное просят про то как вообще сложно мейтейнете разрабатывать популярный продукт как его лицензировать монетизировать и многое другое приходите будет очень интересно если вы уже воодушевились всей той программой которую предвидите ближайшие два дня вам наверное может стать жалко тех коллег которые все таки не попали на конференцию dot next и для них у нас тоже есть небольшой подарочек дело в том что второй день конференции и будет будет такая интересная активность такая интересная часть которая называется community day то есть абсолютно бесплатно любой желающий из любой точки вселенной может подключиться и посмотреть одни из самых шикарных докладов этого сезона поэтому набирайтесь сегодня впечатлений чтобы завтра позвать друзей на community day прежде всего вас и ваших друзей встречает наш сайт этот сайт мы каждый сезон улучшаем мы добавляем туда какие-то новые интересные фишки помогаем сделать его быстрым отзывчивым интересным для того чтобы вы смогли для найти для себя самый полезный самый лучший доклад составить специальное расписание и посмотреть эти доклады так как хочется как нравится именно вам какие же новые интересные фишки какие же старые интересные проверенные решения у нас на сайте уже есть давайте посмотрим краткий ролик об этом сайт онлайн конференции доступен на всех видах устройств перед вами страница сегодня это дашборд который в реальном времени показывает статус всех активностей сегодняшнего дня с помощью иконок на карточках вы сможете понять на каком языке проходит активность и какая у нее сложность а таким значком в программе отмечены активности от партнеров обратите внимание на блок вы посмотрели в нем сгруппированы те активности в которых вы уже приняли участие оставляйте отзыв каждый из них буквально в два клика ищите интересные вам активности по названию тегу или спикеру а еще у нас есть фильтры по языку сложности и типу доклад и воркшоп традиционные форматы активности в программе конференции бо в сессии это неформальная разговорная активность где вы общаетесь с экспертами на заданную тему обращаем ваше внимание что бо в сессии не записываются главная студия чаще всего это формат подкаста или интервью в прямом эфире добавляйте активности в избранное и получаете уведомления когда они начнутся если вы ведете свои дела в календаре то вам наверняка будет удобно добавить в него те активности которые вы хотите посетить нажимайте на фрикадельки на карточке и скачивайте айс с файл в нем будет описание активности и прямая ссылка на нее обратите внимание на этот значок так мы отмечаем активности которые не записываются и не будут доступны к просмотру после их завершения например дискуссии после докладов и бо в сессии наконец вы в плеере в первую очередь посмотрите на чат он ждет ваших вопросов этот же чат можно открыть в телеграме переходите к презентации или к другим дополнительным материалом нажав на кнопку под плеером еще одна важная штука ускоряйте видео и догоняйте прямую трансляцию если опоздали к началу или замедляйте если не успеваете со спикером для нас очень важна обратная связь поэтому оставляйте отзыв нажав на кнопку оценить если у вас есть проблемы с просмотром нажимайте на вопросик оставляйте контакт и быстроногий сотрудник саппорта прибежит чтобы помочь разобраться с вашей проблемой возвращайтесь к программе не прерывая участие в текущей активности сворачивайте плеер и выбираете в чем еще хотите поучаствовать закрепив миниатюру переходите по разным активностям не открывая их в большом плеере когда активность завершится появится экран с кнопкой перейти в дискуссию нажимаете на нее переходите в дискуссию и общаетесь с выступающими в неформальной обстановке не забудьте включить камеру напоминаем что дискуссии не записываются а еще на конференции есть выставка на виртуальных стендах партнеров можно найти информацию о жизни разработчиков и проектах компаний активности которые партнеры подготовили для вас а также открытые вакансии практически всегда на виртуальных стендах партнеров можно найти контакт для связи с ними наверняка вы задаетесь вопросом а где же задачки и мерч в подарок мы ответим визы и розыгрыши здесь собраны все развлекательные активности которые приготовили наши партнеры смотрите описание кликнув на фрикадельки и оставляйте отзыв нажав на кнопку оценить теперь надеюсь вы точно знаете как пользоваться всем богатством нашего сайта вы увидели как много новых фишек вы увидели что стало все гораздо удобнее и одну штуку которую мы хотели бы чуть чуть подсветить это сложности докладов традиционно на dot next мы используем три сложности это овервью или лайтовые доклады они не обязательно лайтовые это значит что вы можете прийти на доклад и спокойно его слушать даже если вы ничего не знаете по теме доклада вы точно все поймете и излечете что-то полезное практические доклады инженер каска как мы ее называем иногда это доклады которые требуют все-таки возможно каких-то предварительных знаний посмотрите описание доклада там частенько это указано и скорее всего они более практичность точки зрения что вы сможете их применить ну и куда же без хардкора хардкор это какие-то глубокие темы возможно вам потребуется предварительное много знаний а может быть и нет заходите послушать поломать голову и поддискутировать как всегда со спикером все эти замечательные доклады и конференция естественно было бы невозможно без наших любимых партнеров особенно хочется отметить певец студия партнера который поддерживает уже много лет непрерывно конференцию dot next за что вам отдельное большое спасибо при этом всех этих партнеров вы сможете найти на выставке выставка будет проходить с 16 по 27 июня то есть она действует эти два онлайн дня она будет действовать оффлайн день и все время между этими днями тоже на выставке вы сможете найти всех партнеров вы сможете пообщаться с ними узнать чем они занимаются какие технологии применяют какие проблемы решают возможно кто им нужен поговорить о вакансиях а найме о ваших насущных проблемах и в общем найти там всех тех с кем вы хотите или можете пообщаться а еще на выставке конечно же будут квизы розыгрыши на которых можно выиграть крутые призы обязательно приходите я уже рассказывал вам про security секцию и один из интересных докладов который в эту секцию смело можно включить это доклад от нашего партнера певец студия от ребят которые непосредственно занимаются статическим анализом кода уже много-много лет на различных языках платформах с различными уже найденными багами и исправленными какими-то фичами в общем а об этом о всем и о том каким образом вообще работает поиск дефектов в ваших программах не только в ваших расскажет нам никита лепилин на конференции конечно же очень важно общение поэтому присоединяйтесь к нашему телеграм-чату телеграм-каналу а если у вас есть какие-то вопросы или проблемы не стесняйтесь писать нам службу поддержки прямо в телеграме или если вам удобнее то по почте но довольно про конференцию в целом давайте немножко поговорим про несколько докладов которые у нас скоро будут да доклады начнутся непосредственно после завершения церемонии открытия это три доклада и первым из них хотелось бы рассказать про доклад павла тупицына павел известен как человек который долго и усердно пишет драйвера для распределенных баз данных и вот этим своим опытом он и готов поделиться с вами на текущей конференции он расскажет вам о том как написать высокопроизводительный драйвер для базы данных как туда собрать весь тот опыт который у него накопился павел может писать не только новые драйвера баз данных но а также у него есть большой опыт по поддержке старых драйверов и соответственно все интересные вопросы все интересные грабли которыми с которыми столкнулся на протяжении этих многих лет опыта он вам расскажет и в этом докладе следующий доклад это григорий кошелев про кавку соответственно этот доклад нужен для того чтобы вы поняли наконец что такое кавка зачем она нужна и какое отношение она имеет к реббиту и вообще можно ли вы выкинуть реббит на помойку это один из самых частых вопросов которые нас спрашивали поэтому мы специально нашли этот доклад мы специально его поставили в программу для того чтобы dotnet разработчики четко и плотно для себя выяснили наконец какова роль кавка в нашей кавке в нашей инфраструктуре также хочется отметить что по кавке и и event message баз системам у нас будет отдельный круглый стол в общем эта тема у нас на конференции будет раскрыта широко глубоко и основательно при этом у нас на каждой конференции практически есть доклады по фронт-энду и в данном случае это когда мы говорим фронт-энд на дотнете что это конечно же wpf и сегодня вы узнаете как же нам спортировать приложение wpf на валонию потому что дотнет у нас кроссплатформенный vpf у нас не очень кроссплатформенный и а валония она является вполне нормальным кроссплатформенным фреймворком поэтому можно легко легко спортировать или будут грабли или грабли наверняка будут так что все это вы узнаете точно во время этого доклада вы узнаете как же там это делать вы узнаете какие трудности вы встретите на пути если вы будете заниматься такой работой следует отметить что сергей миколайдис он является разработчиком на валонии давним и точно много чего знает про нее при этом экспертом будет никита цуканов потому что куда же а валония без никита цуканова и эта комбинация я думаю обеспечит вам максимальное погружение в мир а валонии и вы сможете задать все интересующие вас вопросы на эту тему на тему кроссплатформенную юая во время дискуссионной зоны после доклада эти и многие другие доклады ждут вас уже буквально через пару минут доклада действительно высокого качества и это качество оно растет с каждой конференции благодаря вам нашим зрителям потому что вы оставляете от свои отзывы в форме обратной связи все отзывы внимательно читаются анализируется это то что позволяет нашим спикерам совершенствовать себя и делать всю конференцию в целом лучше поэтому не забывайте после каждого доклада ставить сколько-то звездочек насколько вы оцениваете этот доклад и обязательно пишите камин в комментарии то что вы думаете что вам понравилось или не понравилось это чертовски важно можете потренироваться как раз на нашем слоте открытия поставить звездочки или написать нам приветы мы будем очень счастливы ну а сейчас наверное давайте завершать как я уже сказал вас впереди уже ждут три прекрасных спикера три шикарных доклада надеюсь вы уже выбрали на какой из них пойдете всем отличного дня и я думаю увидимся скорей на ближайших активностей